МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По сути, спецслужбы перекрыли международный канал поставки в Россию крупной партии наркотических и психотропных средств. Следствием установлено, что Кудрявцев организовал контрабандную поставку наркотиков из стран Евросоюза. Для пересылки наркотиков использовался канал международной почтовой связи с применением различных средств маскировки незаконных вложений. Для осуществления задуманного Кудрявцев привлёк своего знакомого уроженца Амурской области Павла Говшу. Полученные из-за рубежа наркотик теперь уже подсудимые планировали распространять через закладки на территории Тверской области. Тверские чекисты не позволили осуществить наркозбытчикам их хитроумный план. У Кудрявцева и Говша изъяты в общей массе почти полтора килограмма, готового к распространению наркотика. Средняя цена, предназначенная к сбыту гашиша, ЛСД и амфетамина, превышает полтора миллиона рублей. Кроме того, полицейскими установлено, что Кудрявцев и Говша планировали осуществить незаконный сбыт поддельных денежных купюр на территории Тверской области, полученных из зарубежного государства. В прениях сторон прокурор просил признать виновными обоих подсудимых по всем статьям предъявленного обвинения, назначить Роману Кудрявцеву на указание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 200 тысяч рублей, Павлу Говше в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Напомним, с 19 марта по 10 апреля действует распоряжение по Тверскому областному суду. Личный прием граждан в здании судов приостановлен. Документы рекомендовано подавать через электронную интернет-приемную или пересылать по почте. С 19 марта в судах рассматривается только категория дел безотлагательного характера. В суды допускаются только участники процесса и только при наличии средств индивидуальной защиты.